Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, разработчики выложили на продажу ВЗ-шку за 7500 голды. Вам предлагают ВЗ-112-2, в комплекте с которым вы получите контейнеры, собери их все в количестве двух штук. Я считаю, что это довольно прикольное и приятное дополнение к набору. Есть камуфляж, я к камуфляжам, честно говоря, абсолютно спокойно отношусь, но, честно говоря, небесный смотрится еще хоть как-то, потому что бывает все гораздо более уныло и менее красиво. Что касается вот этого обвесика, обвес, ну, есть, да и есть, честно говоря, ничего выдающегося в машину он не дополняет, но тут, как бы говорится, на любителя. Что касается Х5, то только на ВЗ-112-2, поэтому не сильно годно, но кому надо, возможно, будет вам чем-то помогать в отношении развития опыта экипажа вашего элитного. Что касается Аватара, он в принципе мне не нравится, да и плюс сами Аватары меня, честно говоря, не сильно впечатляют в этой игре и считаю абсолютно ненужной штуковиной. Открытое все оборудование и слот в ангаре. Вот такая вот машинка предлагается вам и что касается, ребят, ее возможности по ТТХ, то я бы сказал так. Для восьмого уровня крайне уныло заявленные все характеристики без учета возможности установки оборудования и амуниции. 1800 единиц ДПМ, они полные заявленные, время перезарядки просто безбожное, хотя довольно неплохая Альфа в 400, а вот подкалиберные пробивают 215. И в целом на восьмом уровне в основном хватает, но все-таки немножечко не дотягивает. Но что касается разброса, разброс великоват, а время сведения просто удручающее большое. 7,1. И честно говоря, это первая причина, по которой я не хочу покупать себе WZM 112.2, потому что машинка очень-очень унылая в игре. Я пару раз на ней катал, мне не зашло абсолютно и желания тратить на нее голду у меня абсолютно нет. Что касается других вопросов по машинке, то давайте перекинемся с вами, ребят, на сервис, на котором мы можем с вами посмотреть, чего годна броня данной машины, ну и заодно заценим другие характеристики. Итак, по броне, если... сейчас, одну секундочку, постараюсь приблизить немножечко, так, чтобы получше было всем видно. Итак, что касается брони. Да, верхний бронелист очень хороший, 241, но правда с учетом приведенки. Что касается, ребят, башни, башня очень играбельная по рикошетам вот здесь вот сбоку, но вот здесь вот сверху чуть-чуть уже похуже, особенно если хотя бы немножечко сверху будут на вас смотреть, все гораздо хуже, хуже, хуже. Ну, короче говоря, по башне отыгрывать действительно комфортно, действительно удобно, рикошетная башня, здесь вопросов нет. Нижний бронелист, стандартная ахиллесовая пята практически для всех тяжелых танков в данной игре, поэтому в целом особо заотрять внимание не будем. Что касается бортов, если снимаем экран, то у нас за экраном 217, ребят, и 100 миллиметров вот здесь сверху. Короче говоря, 217 с приведенкой только потому, что форма, видите, какая. Поэтому в целом вот сюда вот если попадает, да, действительно не пробьют, но будут бить просто вот сюда, где 100 миллиметров, и я думаю, что даже особо заморачиваться не будут. По корме башню никто выцеливать не будет, потому что в корме конкретно корпуса 91 с учетом приведенки. Это что касается, ребят, брони по танку. А теперь, ребят, хотел бы показать вам сравнительную табличку. И показываю не потому, что я начал любить сравнительные таблички, а потому что когда ты сравниваешь два практически одинаковых танка, то сравнить их просто выгоняя их из ангара очень сложно. Итак, WZ-112-2 и 112-й ледяной. Как вы видите, по техническим характеристикам, вот стандартным заявленным, танчики тупо одинаковые. Единственное, чем они отличаются, это WZ-112-2 имеет лучшую подвижность 42 против 32 у ледяного. И это действительно существенно, потому что ледяной ездит крайне, ребят, крайне уныло. Доходность у них одинаковая 175%. И что самое парадоксальное, ребят, обратите внимание на процент побед. Я не сильно доверяю этой цифре, но все же 56% побед против 49. Если бы у меня не было 112-го ледяного, я бы задумался по поводу того, чтобы взять себе в коллекцию WZ-112-2. Но на данный момент, имея ледяного, я не готов разменивать свою и так не сильно большую золотую копилку ради того, чтобы WZ-шечку себе взять в коллекцию. А напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного предложения. Хотите ли вы взять данную машину, будете ли вы ее брать и видите ли вы в этом смысл. Ну а тем более напишите, как в ваших руках она играется. Ребят, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, особенно если вы за честные обзоры. Ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, приятных покупок. Мира вам, ребят, и спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...